Белорусская культура Это была творческая музыкальная семья В 1971 году закончила Республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству В 1976 году закончила Белорусский национальный институт по театральному и художественному искусству Член Союза художников Беларуси с 1985 года Работает преподавателем в Гродницком городском колледже искусств Являюсь председателем областного отделения Союза художников Беларуси Являюсь неоднократным лауреатом премии имени Дубков А также награжден медалью Франциска Скорина и медалью Белорусского Союза писателей и художников Республики Беларусь В 2020 году удостоен почетного звания «Заслуженные дети искусств Республики Беларусь» С 1975 года неоднократно участник республиканских и международных выставок, а также работы находятся в музее Республики Беларусь На выставках в таких странах, как Польша, Россия, Литва и в частных коллекциях Своих работ я всегда стремлюсь рассуждать об жизни Мой голос — это краски и кисть, с помощью которых я рассказываю свои мысли, истории и чувства Автор называет собственный стиль ассоциативным реализмом В своих работах он кодирует информацию в каждой детали, вкладывая в нее определенные смыслы Никого не оставит равнодушным пейзажная картина художника Они такие теплые и светлые На полотнах художника можно проследить историю нашей страны, родного края, города Первое, на что обращаешь внимание — яркие акценты на самих полотнах К военной тематике художник обратился неспроста, ведь его семья тоже испытала все тяготы того совсем непростого времени Основной задачей было показать войну через мирное время, как природу уничтожает и разрушает останки того монстра, который забирал человеческие жизни У человека талантливого миссия особая Если это художник, то его картины должны пробуждать лучшие человеческие качества Благородство, доброту, великодушие Именно эти качества несет в мир удивительный человек Художник, учитель, подлинный сын своей страны Николай Трофимович Бондарчук Которого с полным правом можно назвать гордостью нации Продолжение следует...